МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. И вначале коротко о главных темах выпуска. Внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского района состоялось в здании муниципальной администрации. Снижение преступности произошло по таким видам преступления, как убийства, разбои, почти в два раза грабежи. Ключи от собственной квартиры получил 18-летний Владислав Королев, оставшийся в детстве без попечения родителей. От всей души поздравляем вас. Спасибо. Да, вручаем вам ключи. Музыка на все времена звучала в концерте выпускников Института изящных искусств, который состоялся в горках ленинских. В администрации муниципалитета состоялось 26-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского района. Началось заседание, как это нередко бывает, с поздравлений. Глава городского поселения Горки-Ленинский Наталья Комалихина несколько дней назад отметила день рождения. После чего депутаты перешли к рассмотрению вопросов повестки заседания. Заместитель главы администрации Ленинского района Сергей Гаврилов озвучил вопрос о передаче помещений, занимаемых полицейскими подразделениями, в государственную собственность. Площадь помещения 228,1 квадратных метров расположена по адресу город Видный, проспект Ленинского комсомола, дом 32, дробь 56. Данное обращение поступило в соответствии с законом о полиции. Кроме этого, Сергей Гаврилов рассказал подробности пункта повестки о внесении изменений в правила землепользования и застройки части территории муниципального образования сельского поселения Развилковская. Проект был рассмотрен на заседании Городсовета Московской области от 25 декабря 2018 года, где было принято положительное решение о его направлении представительным органам местного самоуправления для принятия решения об утверждении. По данному проекту были проведены общественные обсуждения. По обоим вопросам депутатами было принято положительное решение. Также на заседании был заслушан отчет начальника УМВД России по Ленинскому району Олега Адама по итогам работы за 2018 год. Полицейский доложил, что в прошедшем году на территории района преступность снизилась более чем на 30%, а раскрываемость преступлений увеличилась на 15%. Снижение преступности произошло по таким видам преступлений, как убийства, разбои, почти в два раза грабежи, в целом кражи. Причем кражи как из квартир и домов граждан, так и краж автомашин. После отчета многие депутаты высказали свои пожелания наладить более активную работу участковых полицейских. А присутствующий на заседании глава муниципалитета Валерий Венцель поблагодарил начальника УМВД России по Ленинскому району за проделанную работу. Огромное количество мероприятий было в 2018 году проведено на высшем уровне. Всегда видим отклик, всегда понимаем, что есть сотрудники полиции, которые стерегут наш покой и ратный труд. Поэтому еще раз большое вам спасибо. В конце заседания депутаты приняли решение назначить слушание отчета главы Ленинского района за 2018 год на 27 февраля. На свое 18-летие Владислав Королев получил нужный подарок – квартиру в одной из новостроек города Видное. Ключи юноши, оставшемуся в детстве без попечения родителей, в рамках губернаторской программы вручили в зале администрации района. Теперь Владислав сможет начать самостоятельную жизнь в своем собственном жилье. Поздравила новоселы и наша съемочная группа. Владислав Королев в этом году первый, кто получил квартиру по губернаторской программе поддержки социально незащищенных детей. Он уже съездил вместе со специалистами из органов опеки на осмотр своего нового жилья. Теперь дело за малым – подписать необходимые бумаги и получить ключи. От всей души поздравляем вас. Спасибо. Да, вручаем вам ключи от квартиры и подарок. Очень хочется, чтобы вот такой мощный задел и старт вы использовали правильно. В новой квартире в жилом комплексе «Краски жизни» есть все необходимое. Современная сантехника и электрическая плита с делом полный косметический ремонт. 35 квадратных метров, 20 квадратных метров комната, благоустроенная, ванная, туалет большая, кухонное помещение, такая вот студия, квартира-студия, имеется лоджия. В общем-то, прекрасные квартиры для начального этапа жизни наших детей. Осталось завести мебель, личные вещи, и можно начинать новую самостоятельную жизнь. Мебель купить, гитару, конечно, все такое, чтобы увлекаться этим. Телевизор хороший поставить там. Ну и что-нибудь такое еще, музыкальное там. Например, если девушку там будут себе заводить. Сейчас юноша учится в колледже на штукатуре маляра. Но немаловажную роль в его жизни занимает музыка. Уже три года он играет на бас-гитаре в Созанной еще в школе рок-группе «Встреча». Ребята исполняют как всем известные хиты, так и авторские песни. И учитель сам придумывает, и мы тоже это у нас учат, и мы запоминаем и учим. Вот скоро уже сейчас, в феврале мы едем в Москву уже выступать. Поддержать Владислава в этот радостный день приехал его опекун Владимир Остапенко. Почти пять лет назад он принял в свою семью сразу двух мальчиков из расформированного интерната. И вот старший из них Владислав уже стал взрослым. Как долго вообще приживались, контакт искали? Да и месяца полтора освоился, и все, как в колею в свою вошел, и все нормально у нас. Помощник хороший. В прошлом году администрация Ленинского района предоставила 11 квартир детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей. В ближайшее время новое жилье получат еще три молодых человека. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видно этого. В музее-заповеднике Горки-Ленинский состоялся концерт. Доцент кафедры музыкального и исполнительского искусства Института изящных искусств Мария Павлова и ее выпускники порадовали зрителей произведениями, которые можно назвать музыкой на все времена. Наш корреспондент Анастасия Воронина окунулась в эту творческую атмосферу. Новогодние праздники закончились, но хорошее настроение осталось. В музее-заповеднике Горки-Ленинске артисты Института изящных искусств подготовили концертную программу, в которую вошли полюбившиеся всем песни из советского кино и мультфильмов, а также арии российской и зарубежной опереты. К этому концерту конкретно мы готовились два месяца. Два месяца. Мы обсуждали репертуар, мы подбирали наряды, мы выбирали декорации каждому произведению. Мы работали над образом. Ну то есть работа на самом деле еженедельная. Еженедельно мы собирались, репетировали в классе с замечательным пианистом нашим. Алена Лелекова, еще будучи маленькой девочкой, мечтала стать певицей. Спустя время, благодаря ежедневной работе над собой и телеустремленности, она поступила в Институт изящных искусств. Теперь Алена вместе со своим педагогом Марией Павловой выступает на разных мероприятиях и дарит радость людям. Мне очень повезло, что я попала в класс Марии Александровны Павловой. Замечательный педагог, который не только преподает, он дает возможность поверить в себя, почувствовать себя уверенней. Она, конечно, нас очень закалила концертными площадками. Я очень рада, что она не забывает о нас даже как о выпускниках. Выпускникам Марии Павловой удалось создать праздничную атмосферу, сделав этот зимний морозный день немного теплее. Знакомые и всеми любимые песни воспринимались публикой близко к сердцу. Время пролетело незаметно, концерт подошел к концу, а зрители никак не хотели отпускать артистов со сцены. Чудесные голоса, видна школа, очень хорошая. И я вижу, как люди с удовольствием отзываются, слыша вот эти знакомые с детства, известные всем мелодии из знакомых нам оперет. Очень хорошо составлена программа из шлягеров, из, в общем-то, звучала и классика замечательная, и советские песни. Интересный, замечательный концерт, очень здорово. Спасибо. Артисты поблагодарили зрителей за теплый прием и пообещали, что еще не раз вернутся на эту сцену, но уже с новой концертной программой. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видно ЭТВ. В московский регион пришел антициклон с севера и принес с собой настоящие зимние холода. Температура воздуха бьет все рекорды в этом сезоне. Как обезопасить себя от обморожения, какими правилами не стоит пренебрегать, и что делать, если ваш автомобиль не завелся, расскажет наш корреспондент Юлия Погосян. Выдающийся русский поэт Александр Сергеевич Пушкин писал «Мороз и солнце – день чудесный». И действительно, низкие температуры, когда на улице нет слякоти и грязи – классическая зимняя картина средней полосы. Но в последние годы зимы стали, как говорят в народе, сиротскими. Однако и холода не помеха, если подойти к этому периоду ответственно. Тепло одеваться и двигаться, не стоять. Движение – это жизнь. Сейчас, когда в московский регион пришел антициклон с севера и по ночам температура воздуха опускается ниже минус 20 градусов, в поликлинику все чаще стали обращаться пациенты с обморожением конечностей. Врачи предупреждают, если вы почувствовали боль в области кистей или ног, если кожа стала синей, немедленно обратитесь к специалисту. Нужно обратиться или к хирургу в поликлинику, или в приемный покой. То есть, если как-то не получается разрешить болевой синдром, например, отогреванием или какими-то препаратами, то лучше с этим не тянуть, чем раньше, тем лучше. Если есть некроз, то, соответственно, уже нужно будет стараться как-то все это минимизировать, восстановить кровоток на данном участке. Если некроза нет, то, в принципе, это все консервативно можно разрешить и восстановить кровоток. Важно, чтобы руки и ноги всегда были сухими. Влага – верный путь к оборожению. Но не только человеческий организм испытывает неудобства от сильных морозов. Страдают и наши помощники – автомобили. Зачастую при большом минусе сбой дают аккумуляторы. На этот случай у каждого водителя есть свой рецепт, как выйти из ситуации. Друзей побольше по соседству, чтобы от кого-то можно было прикурить. А вот как раз прикуривать, или, вернее сказать, заряжать аккумулятор от другого автомобиля эксперты не советуют. Это может плохо отразиться на электронике машины. Если машина не завивалась, как в частном порядке, в обычном раз-два, не нужно мучить. Машина практически сейчас на автоматической коробке. То есть никакого, в принципе, никакого, как раньше, буксирования автомобиля, ничего такого делать не нужно. Нужно вызывать эвакуатор. И просто привозить автомобиль на эвакуаторе в техцентр. В общем-то, где будет, уже устранена данная проблема. Но и этой ситуации можно избежать, если перед началом зимнего сезона пройти стандартное техническое обслуживание. Проверить все жидкости и фильтры, при необходимости заменить. Сделать диагностику, в частности, аккумулятора, чтобы быть уверенным в его исправности. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видно.ТВ. И о погоде. Продолжается похолодание в подмосковном регионе. Сегодня в четверг в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 15. Днем потеплеет до 9 градусов мороза. Пока еще без осадков. На радость коммунальщикам. Но солнышко уже не будет выглядывать из-за облаков. И это все новости на сегодня. Смотрите телеканал Видно.ТВ. Мы вещаем в круглосуточном режиме. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин